Здорово всем! Слава металлу! С вами русский металлист Бешеный Макс. И сегодня я еду не один. Со мной еще один райдер. И это не тот, что пристроился за тачкой. А тот, что мирно крутит педали по правому краю дороги. Со мной сегодня ведущий программы ФБР Серый Вульф. Думаю, вы все его узнали. В эпоху ультрапатриотов и такси Камикадзе мы решились на долгий путь с черепашьей скоростью. Как старые добрые. Что ж, притворюсь велосипедистом и вкушу давно позабытые прелести неспешной езды. Путь нам предстоит не близкий, но важен даже не сам процесс и не конечная точка маршрута, а важно не заснуть за рулем. Можно прямо на ходу раскинуть пасьянц или дико накачаться пивом. Правда, ни того, ни другого у меня все равно нет, поэтому буду тупо пялиться вперед. Мы проследуем по маршруту от Красногорска до Дедовска через Нахабино с заездом в еще одно прикольное местечко. Несмотря на то, что видео называется «Электробайк едет с обычным велосипедом», велосипед у Сереги совсем необычный. «Джайант, Аэр, Контент. Это по большому счету, как бы, Сквадрос считает. То есть это эндюренс, новое направление, блин. Призамок-то. Ну, тут вилка такая карбоновая, микробатровая. Шимановская, стандартное приключение. Маленькая звезда, большая звезда. Комбопистолет. Вульдаран, кстати, довольно узкий, шоссеный. В гравинах и велосипедах он более широкий. Более узкая база, то есть свойственная шоссеная велосипеда. То есть гравина и велосипеда, они более длинные такие. Приключатели, ссора. Дисковый механический «Текпра», довольно жидкий. Ну, это механика, блин. Единственное, что они говорят, что он закусывает биф с двух сторон, и благодаря этому колодке и внашиваются равноверно. Рама облегченная. Гидроформинг, крайной байкинг, алюминий. Десяти килограммов даже и не середина не сухая, но обездано в грунте зацепали. Правда, в один прекрасный момент я не выдержал и решил пульнуть. Это будет один из немногих, более-менее скоростных моментов данного видео. И пока он длится, я еще раз повторю характеристики велосипеда. Велл называется Giant Content с буквой «П» на конце, «АР». Внешне похож на шоссейник, но это совсем не так. Он относится к классу Allroad, вседорожный. И действительно, на легком бездорожье байк ведет себя более чем достойно. Имеет алюминиевую раму, карбоновую вилку, которая гасит все неровности от дороги. Лучше, чем ничего, правда. Также байк имеет 28-е колеса, которые, кстати, крепятся на осях, что реальный плюс для доступных по деньгам шоссейников. Трансмиссия Шимана Сора, переключатели, пистолеты. Руль «Баран» довольно узкий. Тормоза дисковые, механические, с двумя активными колодками. В теории, по эффективности близки к гидравлике. Общий вес данного летательного аппарата менее 10 кг. А мой байк продолжает переть в гору со скоростью 62 км в час, особо не расходуя при этом батарею и не напрягаясь. А вот теперь я готов открыть страшную тайну. Мой байк больше не программируется с аудиокассеты. После того, как сгорел самодельный контроллер, приходится вбивать настройки с компа через USB. Способ медленный и ненадежный, однако другого способа пока нет. Была идея поставить устройство для считывания перфокарт, но дальше идеи дело не пошло. Эх, главное бы сейчас посильнее на газ не надавить. Поездка наполнена духом спорта, а может и спирта. Когда я стоял в ожидании, после прохвата, мимо меня проехала тачка, от которой дичайше раздилось спиртягой. Наверное, это был пьяный жигуль, хозяин пьяной дороги, что ведет из Нахабина в Дедовск. На перекрестке мы начали поворачивать совсем в другую сторону. Возможно, есть кратчайший путь до назначенной цели. А может, перед нашими глазами разыграется сценарий фильма «Поворот не туда» и «Техасская хуйня с бензопиздой». На самом деле, мы просто решили заехать в местечко под названием Генеральское озеро. Недалеко от этого водоема находятся тропы. Ну, на самом деле, недалеко от этого водоема когда-то был военный полигон. Был, да сплыл. Теперь там отдыхают все, кому не лень. Нехило велик прет. Замерим скорость. Тридцать пять! Тридцать пять, баба ягодка опять. Довольно недурно. Дорога похожа на настоящий отстой, но и тут велосипед ведет себя довольно достойно. А в чем особенность этого озера? Да в том, что оно кровавое! Шучу. Вот тут турбазу, похоже, мутят. После длинного пути можно и бухнуть. Но мы дико спортсмены, например, и бухла у нас нет, только вода огненная. На берегу тусили какие-то бабы с великами, а собаки Баскервилей указали нам путь в мега-вип-чилл-секретное место, где отдыхали вожди всех народов, предпочитая эту водную гладь черноморским курортам. Ну, там раньше эти были. Полигмон, бля, за бетонных изделий, бля. Испытывали бетон на крепкости. А всю дюхольную, бля, это как прокляла. Ликвидировали. Построили дачу. Тут даже подземные галереи были. Ну, их тоже все нахуй хуйнули. Только я вот так и не понял, что это за галереи были. То ли бункер, то ли пещеры. Два года назад этих домиков, деревянных, не было. Что они тут делают, мне непонятно. Что ж, посмотрим на озеро. Теперь на байк. Ёб твою мать, красотища какая. И еще раз на озеро. На другом берегу находятся также кострища и заброшенные дома вдалеке. Заброшки как заброшки, ничего интересного в них нет. Но если попробовать к ним подъехать, то вас встретит симпатичное КПП с воротами. Прихватизаторы, они и есть прихватизаторы. А нам нужно продолжать свой путь. Вот и на Хабино. Как же давно я не ездил по пешеходкам. Прихватизаторы, они и есть прихватизаторы. А вот тут велосипед показывает свое преимущество перед электробайком. Велик можно спокойно вкатить на пешеходный мост. Мне же ехать по ступенькам дико впадло. А в пандус я просто не впишусь по габаритам. Поэтому по правилам я должен поехать туда, где-то развернуться и приехать обратно, вдыхая приятный аромат камазов и автобусов. А вот и та самая дорога на Дедовск. Бьется свией, пусть в никуда. Опять проклятый Дедовск. В 90-е годы этот городок славился повальным бандитизмом, алкоголизмом, тунеядством и частым прорывом канализации. Этот небольшой провинциальный город являлся потребителем львиной доли мирового бухла. На улицах была слышна стрельба, треск разбитой стеклотары, а также крики «Хочу дико рашен водку и голую марину, например!» Даешь чат кутежа, тащим-то. Каждый олдовый житель Дедовска мог убивать, насиловать и грабить прямо во время утренней зарядки, во время езды и даже в прыжке с высоты в воду. А в 1999 году темные силы дичаще завалили в ад даже самого мэра города. А тот, кто забрел туда по случайности, были вынуждены передвигаться по городу в костюме айронмена или на тяжелом танке «Иосиф Сталин», который был специально спроектирован для ведения боевых действий в условиях Дедовска. Но был один неоспоримый плюс. В городе нет и не было ни одного представителя ЛГБТ, а также ни одного ботаника, потому что с ними делали вот что! спортивный комплекс Гучкова. Именно здесь рождаются настоящие шварц-негры. Приближаемся к станции. В этом месте происходит основная городская движуха. А если серьезно, то Дедовск, конечно, славится реальными пацанами, но он также славится своим хлебзаводом, обувной фабрикой, керамическим заводом и целым рядом других предприятий. Я провел в этом городе первые годы своей жизни. На улицах малолюдно, основная масса батрачит на тех же самых предприятиях, обслуживая станки хозяина. Рядом со станцией находится городская котельная. Я в ней тоже успел побывать. Хлебзавод отгрохал себе торговый зал, но и окно осталось, у которого раньше скапливались очереди. Кстати, где-то там меня впервые приняли. Оказывается, это место имеет название улица Фабричная. Я и подумать не мог. Вообще, кайфово проехать тут по-королевски на байке, а не проплестись мелким нищебродом. На помойке тусили все дети со двора и окрестных домов. Вместо локальной котельной теперь автосервис. А вот фарфоровый патрон для лампы так и висит перекошенный. В детстве мы пытались его сбить кирпичами. А вот это самое место, где я прожил до трех лет и до шести лет периодически его посещал. Красный запор или запор это даже колоритнее красного дома. В этом доме 16 квартир, а вот 13 квартира была пуста. Поговаривали, что там каждую ночь начинается не кошмар, а кошмот. Не знаю, что это. Наверное, кошмарный мод, такой как мопед Дельта, к примеру. Двор был просторней, а бувуна и фабрика его знатно урезала. Были сараи, где хранился всякий хлам, песочница и две голубятни. Сейчас вроде бы как новую голубятню построили. Интересно, голубятни это там, где разводят птиц или разводят голубых, задрапированных под птиц? Слева был детский мир, где мне купили первую Денди, а справа детский сад, но он зарос как в джунгли. Там, наверное, теперь воспитывают рэперов. На дорогах появился асфальт, разметка и куча лежащих полицей. Впереди кто-то что-то тащит. Ага, это местные суровые пацаны, уже дичайшие обули москвича на мотоцикл и запчасти от него. Но на самом деле мы знаем, что мотоциклов было два, и также они первые уже разобрали на запчасти и продают, которые подороже. Также они разобрали на запчасти хозяев этих мотоциклов и тоже будут их продавать. Так как эти пацаны вступили в сговор с мафией и доктором Франкенштейном, который помог им совместить детали от мотоциклов с человеческими органами и продавать в мешках и трехлитровых банках. Минимальный заказ мешок и две трехлитровые банки звонить прямо сейчас и прямо сюда. Понятно вам? Автомобилисты, за исключением некоторых, ведут себя прилично. Нигде не валяется мусор, гильзы и горелые тачки. А мы направляемся на пруд Гидропроект. Звучит как подъезд Майнкрафт, ну и пусть. Это небольшой водоем, я на нем был один раз в возрасте двух лет, но дорогу помню. В доме жили два пацана моих лет, Антон и Коля. Оба были полными дебилами, но выбора у меня не было. С ними я постигал азы нецензурной лексики и азы Russian хулиганства. Кстати, в вентиляционном отверстии в гаражах до сих пор храняется мелочь. А спустя несколько лет, как я навсегда покинул это место, Антон переехал в дом поцивильнее, а мать Коли не вынесла гайдаровских реформ и самоубилась криком. Элисенс, где мои тени? Играет музыка А пока заеду на другую станцию и посмотрю, что же там изменилось. Похоже, что все как было, а теперь черепаха ползет к воде. На электробайке нужно частенько посматривать на уровень заряда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот тут вообще противоавтомобильная и противотабуреточная дорога. Похоже на средневековую мостовую для движения ослов и лошадей. Ну, ослов и кобыл везде хватает. Не думаю, что в Дедовске как-то больше или меньше порнокопытных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Встали и стоят в воде прям в штанах. Наверное, боятся, что пираньи искусают или акулы учуют запах кала. А может быть, там обитает лох. Нессское чудовище. Не знаю, не местный. Чем-то похоже на нашу плотину, не правда ли? Только грязнее и меньше. На том берегу прям капитальная тусовка идет. Субтитры создавал DimaTorzok А дальше одни лишь корня ебаные и путь в преисподнюю. Далее было желание добраться до карьера, где мелочь тусит на пятах, но не было возможности. Табло дичаще гипнотизирует на покупку солидола, разбавленного ослиной мочой. Но не грозят нам ссаки и грязные сосаки. Ведь я на электро, а серый на педалях. В настоящий момент в этом городе особо нечего делать. Все старые забегаловки и развлекательные места куда-то подевались. Зато выросло обилие сомнительных торговых центров и торговых точек, где отовсюду слышно «Кожа-кожа, на тачка, заходи!» Непонятно, или хотят толкнуть кому-то паленый шмот, или с кого-то хотят содрать кожу. Дорога, ведущая в сторону карьера. Скоро скатилась вообще в отстой, и было решено разойтись по берлогам. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Но это еще не все. Дедовск таит много страшных секретов. И об одном из них вы узнаете, когда я обгоню этот членовоз. Так вот, тут рядом с эстакадой есть совершенно пустая дорога. По ней никто никогда не ездит. И все потому, что эта дорога ведет вада.